Экстренные ситуации могут возникнуть где угодно. Ледяная вода и неокрепший лед. Что же делать, если человек оказался в водоеме в зимний период? Я Екатерина Скляренко и это программа СОС. Давайте разбираться. Думай, если идешь на лед. Вода – источник повышенной опасности. И летом, а зимой особенно. Ты не видишь, что там. Какая глубина, ты не знаешь. Ну, пока вода, скажем так, не стала льдом, он опасен низкой температурой воды. Купаться в ней неподготовленному человеку невозможно. Если ты не моршь, если ты не подготовлен, если ты не одет специальный водолазный костюм, шансов продержаться немного. Становление льда, он не может сразу стать достаточно безопасным. От 15 сантиметров толщина ледяного бакрова прирастает медленно. Одиночный проход. Это я знаю, что здесь лед 5 сантиметров, и я пошел. Одиночный проход. Вы решили покататься на коньках. 15 сантиметров. Вы решили поиграть в хоккей с товарищами. А это уже 25 сантиметров. Вы решили порыбачить. На квадратный метр при достаточной толщине льда, будем считать это 25 сантиметров, не более трех лунок. В сутки при температуре воздуха 10 градусов он будет примерзать, ну, не более полутора сантиметров. Вот считайте, когда лед станет безопасным в условиях уже стойкой минусовой температуры. Следующая опасность. Лед встал, пошел снег. Все быстрины, все промойные, снег накрыл. Вы не видите, вы видите перед собой белое ровное поле. Толщина льда даже, скажем так, с самой-самой низкой температурной зимой не бывает однородной. Где-то есть сужение реки, там быстрина, течение повышается, идет подмыв, соответственно, будет лед тоньше. Сброс технической воды. Вот наша ТЭЦ. Там сбрасывается постоянно техническая вода круглогодично. Там тоже будет подмываться лед. Где растет камыш, где какие-то коряги из воды торчат, там все время будет тонкий лед. Безопасно. Это когда знаешь, куда идешь. Если ты рыбак, вышел на лед, ты любитель подледного лова рыбы, должен с собой иметь веревку, должен на себе иметь спасательный жилет. И либо сам придешь кому-то на помощь, либо тебе окажут помощь вот этими нехитрыми приспособлениями. Веревка с двумя петлями на концах. На руку надел, второй кинул. Опытные рыбаки раскладывают веревку заранее по льду. Он садится рыбачить, и веревку сразу разложил в ту сторону, откуда пришел. Если он сюда пришел, значит лед его выдержал, и обратно он по нему вернется. Если он провалился, и рядом сидят рыбаки, они подойдут и за эту веревку его уже лежачую вытащат. То есть это легко и просто. Иметь с собой элементарные такие штыри на веревке, которые на шее у тебя висят. Ты провалился в полынью, и сам себя извлек. Подтянулся, пробил, подтянулся. Ну и таким образом, в сторону, откуда пришел, все время туда катишься. Самое первое правило – алкоголь и вода. Несовместимые вещи. Все время должен быть в адекватном состоянии, чтобы отдавал отчет своим действиям, оценил трезво действия своих соседей и сделал правильный вывод и правильное действие. Если человек на льду без подручных средств и уже начал тонуть, что ему делать? Ну, во-первых, не паниковать. Опять же, если у тебя есть в кармане просто ключ, большой ключ, ну, ключ, замок открывать. Вот этот ключ тебя спасет жизнь. Ты воткни его в лед перед собой, подтянись в ту сторону, откуда пришел, и перекатывайся спиной. Только так. Если человек неподготовлен. Чувствую. Да. А так не вылезешь. Это надо настолько быть хладнокровным, чтобы разогнаться в холодной воде и выпрыгнуть на лед, как касатка или дельфин. А сколько человек, если уже начал тонуть, может пропустить в такой воде? Ну, минут 15 продержится. Если без одежды, 4. Глуши! Молодец! Три минуты. Мы знаем, что мы успеем его снять с поверхности воды. Если он нырнет туда, не факт, что мы его успеем оттуда достать. Опять же, ну, если он туда погрузился, почему? Значит, он уже что-то потерял. Сознание. А может, у него уже клиническая смерть. Мы же не знаем. Все действия спасателя и все наши тренировки, и все наши, скажем так, знания и умения направлены на успеть снять с поверхности либо льда, либо воды. Если я, как очевидец, вижу, что человек тонет, что я могу, в принципе? Снять свой шарф, снять свою куртку, связать это в веревку и бросить пострадавшему в воду. И использовать свою мускульную силу, попытаться вытащить его из этой полыгии. После того, как я вытащил человека, или там спасатели вытащили человека из холодной воды, что нужно делать? Ни в коем случае не раздевать его. Ну, если есть где-то теплое место, туда помочь ему дойти. Либо пожертвовать своей одеждой и сверху его мокрой одеждой его укутать. Ну, если у вас окажется случайно термоодеяло в кармане, это тонкая фольгированная пленка, вот укутать его, это поможет ему, скажем так, не замерзнуть. Ну, а дальше что? Телефон 112, алло, алло, трагедия у нас тут. Давайте, помогайте, вам помогут. Теплый чай, горячий не надо, теплый чай, сладкий. А уже скорая спешит на помощь, как Чип и Дейл. Вот, прибывает скорая помощь, и ваша задача его живым отдать. Что вот он сознание, что вот он это самое. А дальше их выход. Давайте подытожим. Главное правило – не выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения. Стоит не забывать, что лед не бывает одинаковой толщины. В местах усиленного течения водоема и роста растений он тоньше, а значит опаснее. Для одиночного прохода толщина льда должна быть не менее 5 сантиметров. Для катания на коньках – не менее 15 сантиметров. Для игры в хоккей – не менее 25 сантиметров. Если вы рыбак и вышли на лед, протяните веревку от берега до места ловли рыбы. В экстренной ситуации вас смогут вытащить из водоема. При выходе на лед также рекомендуется иметь штырь на веревке и спасательный жилет. Если вы оказались на льду в экстренной ситуации и без подручных средств, не паникуйте. Воспользуйтесь ключом. Пробивайте им перед собой лед и продвигайтесь к берегу. Если вы стали очевидцем экстренной ситуации, в которой человек тонет, снимите с себя шарф и куртку. Сделайте из одежды веревку. Бросьте веревку тонущему. Вытягивайте пострадавшего из воды. После того, как вы извлекли человека из воды, не раздевайте пострадавшего. Укутайте его в теплые вещи. Отведите в помещение. Вызовите скорую помощь по номеру 112. Главное правило в экстренных ситуациях – не паниковать. Никакие нервы не спасут человека. Это была программа СОС. Надеемся, те навыки, о которых вы узнали в нашей программе, в жизни вам не пригодятся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова